Девушки отдыхают Еще бы, теперь они воспитываются в семье чемпиона мира по рукопашному бою Виталия Дереглазова. Малышки окружены любовью и заботой родителей. Милашки, двойняшки, очаровашки, две пташки, не разлей вода. А как на родителей, похоже, просто копия. Это первое, что чаще всего говорят знакомые и друзья, когда видят семью Дереглазовых. Они счастливы не только на этих сказочных фотографиях. Все так же красивы и пропитаны любовью друг к другу и в каждодневных буднях. Мы осознанно сделали этот выбор и мы счастливы. Все прекрасно. Никогда не было ощущения, что это не наши какие-то дети. Это абсолютно 100% наши дети с первого дня, как они у нас. Невозможно поверить в то, что раньше Даша и Арина жили в сиротском учреждении. Девочкам было 4 года, когда они обрели семью. Первое время сестрички не понимали, что такое ласка. Они не умели обнимать, целовать, они не принимали эти объятия и поцелуи. С Дашей, например, она просто мне говорила, не трогай меня, то есть как бы отстранялась. Так продолжалось почти два месяца, а потом лед в маленьких и страдавшихся сердцах растаял. Сейчас девчонки просто не дают прохода родителям. Им всегда необходимо быть рядом с ними. Как вы маму любите? Покажи, как вы маму любите? Расскажите, какая мама у вас? Настя. Настя, а какая она? Красивая. Красивая. А еще какая? Милая. Даша не может усидеть в своей комнате, когда дома папа. Малышка постоянно требует к себе внимания. Даша, куда я скажу? Все-таки надо, конечно, каждому... Да, самого даю. Нужно думать и обязательно взвешивать. Супруги показывают на личном примере, что не стоит бояться дарить тепло и заботу воспитанникам сиротских учреждений. Детских домов не будет, все дети будут в семье. Будет замечательно, классно. О трудностях, которые идут вместе с этими детками, они ничем не отчитываются от трудностей, которые с родными детками идут. Все те же проблемы, все те же какие-то сложности. И нам бывает тяжело. Но это вполне нормально, естественно. Вот оно, настоящее семейное счастье, где никто не делит детей на чужих и своих. Просто здесь умеют любить по-настоящему и жить не только для себя. И пусть в этом доме всегда звучит детский смех.